Вы психиатр и нарколог. Да, так и есть. Тогда мы по адресу. Сегодня мы говорим про телезависимость. Я вообще считаю, что никаких других зависимостей в принципе не бывает. Есть только зависимость от телевидения. Все остальные зависимости, химические, алкоголизм, наркотики, есть результат тотальной зависимости народа от телевидения. Конечно, в своем клиническом виде. Мне, конечно, встречалось, но она существует, если говорить о клинике, всегда не сама по себе. Она существует на фоне разных всяких проблем, в основном детских, с мирной системой. Как вы помните, когда был пожар на Станкинской башне, то число вызовов скорой увеличилось как никогда. Я вот сейчас не помню статистику, но практически в два раза. Кошмар! Вообще люди, которые привыкли потреблять умственную жвачку с телевидения, они чувствуют себя очень плохо, как без близкого друга или как без иконы на стене. Да, вот как бы пожар на Станкинской башне по эффекту был равен, наверное, революции, когда приходили люди, там какие-то непонятные, дома хрустянские, и срывали иконы из красного блока. Мы ведь давным-давно перестали думать о том, кто мы. На прямой вопрос, кто вы такой? Вы ответите в журналист, муж, продюсер. И все это будет зависимостью от работы, от статуса, от жены. Кем вы будете, если у вас больше не будет этой жены, и у вас выгонят с этой работы. У Чистертона есть такая замечательная сцена о том, как человек, который выгнали из банка, кто идет по Лондону, и как бы так как все, его жизнь кончена, он отдает, снимает пиджак, отдает нищим. Потом следует видеть нищего без руки, отдает ему руку, кому-то ногу, кому-то голову. И, наконец, он приходит на берег, там засадится, там, и думает, господи, как хороша жизнь, когда у него ничего этого не остается, у него больше не было, не было, не было, не было тело. А что же там всего? Поэтому зависимость... Душа, смотрите, да, да, она, она родимая, о которой мы, впрочем, начинаем забывать благодаря усилиям телевизора. Зависимость – это обусловленность взгляда человека на себя от каких-то внешних атрибутов, принципиально внешних, обратите внимание, отношению к его душе. Понимаю. Определяет ли, как бы, мою жизненную катастрофу, если я теряю руку? Да, если я работаю руками. Значит, я зависим. Чем дальше в лес, то есть в цивилизацию, тем большим числом зависимости мы сталкиваемся. Это способ человеческого самоопределения. А вот его-то, моды самоопределения, и диктует телевидение. Для того, чтобы я был счастлив, я должен иметь Машу хорошую работу, в хорошем смысле с высокой зарплатой. Моя личность зависит от того, что я имею. Это еще и Хром, да, в середине XX века описал в своей знаменитой книге вот это, вот то, что вы имеете в виду под зависимостью. Идет реклама по телевидению и по вашему каналу. Летит космический корабль. В космическом корабле летят спасатели космические. В другом космическом корабле погибает принцесса. Она вдавит кнопки, передает там по всем средствам связи. Спасите, помогите. Спасатели не летят ей на помощь. Почему? Они не слышат ее сигнал. Почему? Вакуум. Нет, не вакуум, не в кожу. Они заняты, они пьют лимонад. Могут ли спасатели, которые пьют лимонад? Космический лимонад? Да, космический лимонад, продающийся в любом киоске, при этом лишиться своей основной деятельности и не слышать голосов космической красавицы. Могут, если только вместо лимонада им налили раствор какого-нибудь наркотика. Правда? Тогда это возможно. Таким образом, пусть в шутку реклама рекламирует не лимонад, а бездействие, наркотик. Если это смотрит взрослый, он смеется. Если смотрит ребенок, он мотает себе на ус, что оказывается, можно купить лимонаду, и это будет достаточным счастьем, и ну ее нахрен, эту космическую красавицу. Телевидение вносит некую модель мечты и модель представления о самом себе. Худенький, дохленький француз делает прыжок и прыгает в суперавтомобиль французского вести. Приезжает на этом суперавтомобиле на соревнования борцов сумму, охватает одного из борцов сумму, размажает его по ковру. Что дал ему автомобиль? Силу. Ну, я могу сказать, что, судя по явному преувеличению возможностей француза, скорее всего, где-то там внутри автомобиля хранился, например, кокаин. Тогда это может быть возможно, чтобы ему такое привиделось вообще. Может, автопроизводитель туда положил? Потому что, поймите, для того, чтобы использовать какую-то модель поведения, молодой человек, например, наркотическую модель, молодой человек ее должен где-то взять. Ее взять нужно только в телевидении. Так, как книжек он не читает, значит, от чего идут все зависимости? От моделей формата, которые дают телевидение. Вот у меня как раз в положении вашего тезиса есть следующая картинка. Кокаин? Это мне надо держать или желать? Оставьте все рука. ЛСД, героин и телевидение. Спасибо. Давайте... Знаете, вот об этом я уже написал под книжки. Вот об этом обещаю вам написать. Очень здорово. Это гениальная мысль. Правда? Давайте попробуем прямо сейчас расположить иерархию бед. То есть телевидение над всем этим стоит, правильно? Иерархию бед? От чего сегодня? Так, у меня всякого сомнения не будут выглядеть сегодня вот так. Вот так, да? Телевидение, героин, кокаин, ЛСД. Знаете почему? Почему? Вот я попробую вам объяснить, и это на самом деле очень важно для понимания, потому что это люди не понимают. Вообще, зачем человек покупает наркотики? Что это такое? Ну, например, старшее поколение... Я не пробовал. Старшее поколение, оно сильно пьет. И пилот. Скажите мне, пожалуйста, что новое-то вдруг изменило вере отцов и перестало использовать алкоголь? Ну, понятно, существует некий протест. Правда? Вот я вам хочу сказать с этими картинками, что каждое из этих веществ моделирует отдельную человеческую потребность. Из них можно вообще построить пирамиду, даже если убрать сверху телевизор. Знаете, почему героин не вверху? Почему? Потому что героин – это прямой заменитель секса. Так называемый героиновый приход – это чистая модель такого, как сказал бы Фрейд, инфантильного оргазма. И поэтому, когда человек пользуется героиней, ну, с девочкой, понимаете, с девочкой, во-первых, денег на нее каких-то немедленных троит, что непонятно зачем. А девочка? Да. Во-вторых, как бы ее, ну, хотя бы на трамвайе на прокатить. Да? Некоторые еще, блин, с большими тетенциями, с девочкой. С ума сойти можно. А тут, ну, конкретная цена, эффект тот же. Почти. То есть люди покупают оргазм? Оргазм. А так как оргазм – это главное, что рекламируется, главная модель телевизионного формата, то следует все очень просто. Эта штука внушает, что идеалом жизни является оргазм. Причем оргазм достигнутый как можно быстрее и без усилий. Поскольку формат, да, вот, как бы, сколько там идет рекламный ролик? Ну, 15 секунд. 15-30 секунд. И все. И все. Да? Ну, поди, с этой девчонкой оргазм получи за 15-20 секунд. Даже за минуту. А тут, пожалуйста, нет никаких проблем. Я с обрестом мужчины именно за это время. Здесь у вас нет листочка с марихуаной, потому что дальше бы я разместил ее. Потому что... Раз ли героина? Почему? Потому что марихуана, покупка марихуана – это покупка удовольствия от общения. Вот здесь, вот этой точкой, пропагандируются чисто внешние ценности. Ну, например, я ценен, потому как я одет. Но не обязательно по моде, по прикиду, по дизайну, как угодно. Да? Этим определяется моя ценность тусовки. Теперь, вот представьте себе, собирается некоторое количество молодых людей, и так, подетых, ну, например... Так называемый «тинейджер». Да, нет, ну, совершенно не обязательно «тинейджер». Это сейчас такое, знаете, понятие растянувшее. Сейчас «тинейджеры» можно быть до сорока. Сидеть на шее у мамы, смотреть телевизор. Потом умный доктор скажет, это зависимость от телевизора, знаете, таблеточку. Вы станете еще зависим от этих таблеточек. Поскольку думать-то не начнет таблеточек. Вернемся, я... Морихуа заменяет общение. Почему? Да, потому что, когда человек ориентирован на принцип «иметь», вот представьте себе, молодые люди объединяются, потому что они одеты, ну, как эмо, скажем, или как готы, как вам больше нравится. Куты. Они собираются в тусовку. И поговорить-то ничем. Потому что кроме внешнего вида нет никаких содержаний. Абсолютно. Ведь в этом нет идеологии, как бы, там, не знаю, главных поэтов, которых надо обсуждать. То, что обсуждали, кстати говоря, хиппи. Пустышки. Да. Чистый внешний вид, в который вложен телевизор. Телевизор. Да, вот так. Как бы, нужно как-то время провести. Мы же собрались. Удовольствие от общения даст коллективный наркотик, который называется марихуа. Как бы, он будет использован вместо разговоров. Ага. Как наши старшие предки используют до сих пор разговоры. И все это под... Я бы сказал, чем дальше, тем сложнее. Человек должен... Человек нуждается в новизне. Ага. Эту новизну дает, на самом деле, человеку творчество. Прорывы. Бесконечности нет, которые есть в себе, и которые позволяют создавать что-то новое. Их подменяет кокаин. Не надо творить. Конечно, у человека есть потребность метафизики, в религии, в объяснении мира, и в проникновении в иной реальности. Ему очень хочется сбежать из матрицы. Теперь образ, он вообще распространенный. Благодаря чему? Телевидению. Эту потребность вместо собственного духовного поиска могут заменить бирюционоген. Вот это да. Может, хватит с вас на сегодня? Да нет. Интересно. То есть, вы знаете, я не думал, что телевидение настолько... Поскольку вот этот самый молодой человек, не читающий книг, не медитирующий над текстом, и не способный задумываться о своем бытии, о сущности своей, о том, что он будет делать, когда он останется без одежды, автомобиля и должности. И что он на себя будет представлять? Вот этот молодой человек не понимает, что он хочет. Причем это можно показать на удивление. На довольно простых всяких разных разговорах. Потому что так как он не понимает, чего он хочет, то ему нужно откуда-то взять информацию о том, чего хотеть или как хотеть. Конечно. Откуда он ее берет? Из ящика. Совершенно точно. Поехали. Золотые слова. Какие можете посоветовать способы, как бросить смотреть, как перестать смотреть телевизор? Вы меня спрашиваете примерно так. Скажите, доктор, какое есть лекарство от культуры? Надо перестать бояться себя. Вот телевизор, если задумываются ваши зрители об этом, всегда страх себя. Почему, когда сгорела Останкинская башня, был такой кошмар? Потому что человек боится оставаться наедине с самим собой. Вот нужен любому человеку. Не для того, чтобы отказаться от телевидения. Телевидение – это очень широкая и разная фонетия. Для того, чтобы отказаться от навязанных им стереотипов, нужно учиться обретать себя. А как этому учиться? Ну, вы знаете, это можно делать очень просто. Например, дать себе слово. Каждый день, 10 минут, слушать музыку. И не рок, а в общем классическую. Поэтому, к сожалению, если вдруг возьмёт телеканал Интервей, ставить, пусть даже клипы, на очень красивую классическую музыку, он изменит сам себе. Чего-то нарушится. Почему? Потому что нарушится принцип манипулирования. Есть специальный рот музыки – минимализм. Современный минимализм. Потрясающая музыка для меня. Ну, там, всё, что делает фирма «Иссеиум». Я не про обязательно классическую музыку. Я про музыку, которая позволяет оставаться наедине с собой. Дайте себе слово ежедневно 10 минут читать серьёзные книги. Можно афоризм, можно философия. Косворка. Можно Толстого. Да, но вот не косворка. Поскольку там телевизированная модель. Если я слово-то знаю, то я, в общем-то, не практический, не больше ничего. Оргазм. Оргазм, оргазм. Вот почему тоже на работах такие счастливые. Как только человек начинает что-то делать, что он может делать только наедине с собой, как только он понимает, что у него внутри что-то скрывается, скрывается какая-то истина и какая-то красота, все эти навязанные эффекты начинают постепенно уходить. Это можно выражать, конечно, не в каких-то психологических практиках, но мы никак с вами не поместимся в другого. Абсолютно. Я понял, что эта тема переосновательная нас не очень учит тому, что нужно человеческой душе. Ведь в нашей психологии, психиатрии такое понятие вращается. Поэтому вы первые. Были такие русские метафизики поздние, поздние 60-х, начало 70-х годов. Борис Муравьев и Павел Успенский все время сравнивали человеческую душу, стиглин с металлическими опилками. Опилки – это идеи. Идеи. Да. Мысли, идеи, концепции мира, дискурсы. Как хотите это называть. Опилки – это породильные. Да. Вот если внутри некого центральной оси, на которой ориентированы эти опилки, нету. А ось эта создается только ну как бы духовной работой. Давайте скажем так. Включая сюда учебу, знания. В общем, некую систематичность. А они просто болтаются в этом тигре, то любое внешнее влияние подносим в одну. Опилки по-своему ориентированы. Встряхивая, они там опять по-другому. Я понимаю. Соответственно, я бы сказал, что это люди с разбросанными опилками. И как бы любое внешнее влияние может создавать абсолютно непредсказуемую линию поведения. Мальчишки там на таких невероятных скоростях поездов прыгают на крышу и пытаются уцепиться. Игибнут. Дураки, что ли? Игибнут. Очевидно, невозможно. Почему пытаются? Ну, потому что эта грань реальности потеряна. Они насмотрелись и наигрались виртуальные, где есть запасная жизнь. И так до бесконечности. Есть возраст. Он очень четкий. Он где-то между семью годами, и одиннадцать, и двенадцать. Когда информация воспринимается чувственно. То есть, тот возраст, в котором ребенку еще можно сказать, а уж тем более показать. И он придет к поводу, что это так и есть. То есть, не он на опыте получит информацию, а его скажет учитель. Он будет эту информацию воспринимать чувствами. Это тот возраст, в котором, кстати говоря, профилактика, например, эффективнее всего, всего чего угодно. Но это тот возраст, в котором эффективнее всего определить систему предпочтения ребенка телевизора. Я боюсь, что создатели сегодняшнего телевидения подвержены ранним западным мифам о создании телевидения. О том, чего хочет зритель. Понимаете, в чем проблема? Потому что легче всего понять, чего хочет зритель, например, просто составив анкету, которая тоже состоит из одной реальности. Поскольку в действительности, например, сегодня, вы очень удивитесь, но очень разные люди бывают в этом кабинете и целый ряд вполне таких продвинутых бизнесменов, которые отнюдь не интеллектуальные лидеры. Вдруг неожиданно мне сказали, а, там, Александр Дмитриевич, да я только каналу культуру теперь включаю, больше ничего. Вот, как бы, почему миф? Потому что люди просто не хотят, это, они так видят коммерцию, они считают, что всего остального не продашь. Это неправда. Это неправда. И, ну, у меня же есть небольшой собственный опыт в этом деле. Это неправда. Как бы, люди много чего хотят. Все зависит от того, телевидение хочет только продавать, или оно хочет еще и воспитывать. А это то, что я обычно показываю больным. Вот это, когда пытаюсь объяснить, что же такое наркотик или откуда что берется. Дело в том, что вот когда человек не осознает порыв духа, это же пегас, да, это творческий порыв дракона, который, если его не осознавать, и не научиться чувствовать, порастает драконьей пастью. Вот это, да, вместо головы лошади. И это один из законов бытия, с которыми мы сталкиваемся. Мы просто, понимаете, у людей могут быть устремления, поэтические, да, устремления парнаса, горы, пегаса, а в итоге они почему-то заканчиваются драконьей мордой. А если с точки зрения метафизики?